Всем привет, любители путешествий и новых приключений! Вы на канале Семья на чемоданах, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще это не сделал. Сегодня мы вас приглашаем в интереснейший выпуск, он будет связан с Красной Поляной. Максимально там погуляем, все посмотрим, много что расскажем. Если получится полетать, полетаем, просто там требуется разрешение, но посмотрим. Классный выпуск, погнали! Мы начали уже свой путь на Красную Поляну, ехать нам от берега 40 километров. И едем и вспоминаем то ощущение, когда мы только приехали в Сочи, ехали жить на Красную Поляну. Это тоже был конец апреля. Сегодня у нас... 2 число? 18? 18 апреля. Шикарнейшая погода. 23 градуса пишет на панели в машине. Классно. Мы сегодня в полном составе. Я, Насенька, Артем, Родион и наш малыш, который родится в августе. Мы, кстати, недавно проводили такой гендер-пати, лопали шарик, узнали, что у нас будет мальчик. Кто не видел выпуск, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Покажу вам сейчас еще немножко дорожку, покажу туннели. Давайте смотреть, не переключайтесь. Издалека виден скайпарк. Там проходят прыжки. Как они называются? Джамп. Как правильно? Ну, что-то там джамп какие-то, да. С тарзанкой, с высоты. Да, да, да. Ущелье, Ахштырское ущелье. Там также можно прогуляться по тропе, зайти в Ахштырскую пещеру, это по левую гору, и прогуляться по правой пещере, там зайти до водопада. Я там ходил, один гулял, бродил. Тоже выпуски прикреплю, посмотрите, кому интересно будете в Сочи тоже прогулять. Достаточно интересный маршрут с довольно-таки серьезным перепадом высоты от нуля до трехсот метров. Также там есть зона отдыха, где можно сделать пикник какой-то, да, там выезд, то есть в Поляне, в Сочи, мало где вообще вы можете пожарить, где-то шашлыки, только вот в определенных местах, где это разрешено. 200-250 рублей с человека, дается беседка, мангальчик, вы можете посидеть, полюбоваться на горную реку, в Зинту, посмотреть на ущелье, на само. В общем, классное место, вообще мы рекомендуем, мы там вообще не раз уже были, вот, а рядышком есть форелевое хозяйство, где можно купить форельку и приготовить на гриле, это очень вкусно будет, и вы не забудете такой отдых никогда. А мы с вами заезжаем сейчас в первый туннель, он достаточно большой, проходит в горах, сделан классно, для любителей туннеля, вот такой вот туннель. После данного туннеля мы сразу так, можно сказать, вплотную оказываемся уже возле гор, видны макушки снежные, также горят таблички, да, сколько парковочных мест, скипасы, еще пока все работает, функционирует. Кстати, закрытие сезона, как говорят, последний день. Сезон, а не можете попасть? Ну, не знаю, люди, которые там живут сказали, что сегодня последний день. Посмотрите, какие горы стали зеленые, в последний раз, когда мы тут ехали, все такое было серое, сейчас все пышное, вот с этой вот стороны особенно. В упор прям едем, классно, на поляне сейчас, наверное, ну, прям очень красиво, все так распустилось, сейчас приедем, посмотрим. А для тех, кто приезжает в Сочи и вы думаете, как добраться до поляны, ну, в общем, смотрите, если у вас есть свой автомобиль, вы просто садитесь и едете 42 километра, и вы в поляне. Можете взять белку-кар, можете доехать с попутчиками, как это называется, белку-кар, да, также вы можете доехать на электричке, на ласточке, на такси, понятное дело. Ну, для особо экстремальных, можете взять самокат, либо велосипед, вот, ну, короче, вот такие пути, как добраться до красной поляны. Дорога хорошая, да, кстати, да, можно точно с экскурсии доскочить. Дорога хорошая, есть два пути, есть вот эта скоростная, которую построили, а есть старая полянская дорога, она идет через все, короче, вот эти поселки. Так, друзья, мы заезжаем сейчас во второй туннель, он чуть-чуть другой, но, естественно, проходит тоже в горах. Когда вы заедете в этот туннель, вы уже будете выезжать в другое время года, то есть мы когда же ездили, посмотрите тоже выпуск, мы с побережью уезжали, у нас не было снега, была плюсовая температура, в этот туннель попадаешь, выезжаешь, и там лежит уже снег. Сейчас, конечно, уже снега там нету, но в целом туннель интересный, потому что климатическая зона там уже другая при выезде. И вот выезд из данного туннеля особенно шикарен, потому что вы попадаете на вот такой шикарнейший вантовый мост. Здесь получаются шикарнейшие, ребята, фотографии. Есть в конце данного моста парковочка, где можно остановиться, ну не парковка, кармашек такой, где можно остановиться и пофотографироваться. Ну что, мы вместе с вами заезжаем на курорт Красная Поляна. Готовы? Готовы вместе с нами походить здесь, посмотреть, что здесь есть? Если да, прям сразу ставьте на паузу, нажимайте на лайк и погнали! Ну что, друзья, мы припарковались, все, отправляемся гулять, все смотреть, но сначала хочу вам показать машину. Я буквально позавчера я помыл, там воск, не воск, и посмотрите, сегодня вечером выхожу, вот такая вот история. Вообще наслышан про то, что типа какая-то с Африки, с Марокки, короче, идет пыль и цепляет даже наше побережье. Скорее всего, это как раз тот циклон. Кто точно знает, пишите в комментариях, потому что когда мы вообще здесь жили, в Сочи, я удивлялся того, что пыль не пыль, но тачка всегда чистая была. А сейчас вот такая вот история в последнее время, не знаю. Здесь даже вот так вот автодома паркуются, классно. Здесь раньше была автомойка в этих боксах, парковался, я сюда заезжал, мыл машину, ценник был 700 рублей помыть тачку. Представляете, полный комплекс, там салон, стекла, короче, все абсолютно. И нас сразу встречает большой торговый центр, горки, мол, мы там неоднократно гуляли и даже как-то ходили в аквапарк на самом последнем этаже. Шикарный аквапарк, песчаный такой весь, горки туда-сюда. Ну, короче, посмотрите, выпуск тоже есть на канале. Посмотрите, как красиво смотрятся снежные шапки. Они, конечно, уже тают, сезон идет к закрытию, но, тем не менее, покататься еще, приехать можно. Тут проходит ярмарка, вот деревянные прилавочки, домики такие. Мы сейчас тоже с вами туда пройдем, все посмотрим. На Красной Поляне, также, ребята, очень много самокатного шеринга, можно всегда взять и покататься. Еще мне очень нравится здесь архитектура. Вообще, в целом, на всей Красной Поляне архитектура, ну, какая-то вообще нереальная. Гляньте на эти деревянные красивые домики, деревянные балконы. Сделано все в таком европейском стиле. Не зря же говорят, маленькая Швейцария. Очень красиво высажены вот такие елочки. Запах тут, Насенька, как тебе запах тут? Воздух потрясающий, да, запах и вкусный, не тошнит я, чего. Короче, бомбически. Вот остановка, здесь можно сесть на автобус, подожди, Артем, и доехать до Сочи. Гостиница Мариотта. Мы сейчас перейдем дорогу и отправимся с вами туда дальше, где вся движуха такая центральная площадь. Здесь, кстати, открылся... Но это не казино, это просто игровые автоматы. И да, кто не знал, здесь есть казино вон с зеленой крышей. Чуть попозже, то я вам его покажу. И самое интересное, здесь получается их три штуки. Вот это второе. И есть еще на самом курорте Роза Хутор тоже большое казино. Поэтому для любителей сыграть, для тех, кто любит профукать денежки, если повезет перемножить, то приезжайте сюда. Здесь есть казино. Посмотрите на эту шикарнейшую архитектуру. Блин, здесь гуляешь постоянно, как в первый раз. И да, кстати, по рекомендации нашей, вот столовка называется печь. Здесь такие нормальные цены, классный интерьер. Вот, короче, ну, мы здесь обычно обедаем. Единственное, что в сезон они сделали, ну, нам так показалось, порции меньше. И ценники чуть подняли. Поэтому, в принципе, если вы приедете летом, я думаю, здесь даже будет чуть подешевле. Но нам обедом 4 супа, хлеб, компот и чай охотятся в 1000 рублей. Здесь вот есть вот такой проход под аркой. И мы попадаем с вами. Артем, пошли. Вот такое приятное место. Посмотрите, наконец-то все распустилось. Классно, все зелененькое, красивенькое. У нас сегодня солнышко, поляна встречает. Артем, пошли. Очень и очень классно. Здесь, значит, идет набережная вдоль реки Мзымта. Сейчас тоже с вами туда прогуляемся. Магнолия. Посмотрите, как красиво. Вот в этих апартаментах можно жить, можно снимать. Вот мы можем увидеть, да, седьмой подъезд. Вот, там есть небольшая детская площадка. Ну, гляньте, какая тут красота. Идет старый поезд. Решил вам это тоже показать. Кто в курсе, что это за поезда, что они перегоняют, пишите, пожалуйста, в комментариях. Сквир здесь, ребята, вот такой вот шикарнейший, зеленый. Вот если весна, то только такая. Если весна, то только Краснополянская, да? Здесь не ездят машины, запускают только по пропускам. Видимо, и то только выгрузится, и все. Зато здесь ездят вот такие гольфкары. Интересные такие тачечки. Набережная вдоль реки Мзымты. И мы с вами попадаем в шикарнейшее место, которого в девятнадцатом году даже и не было. А сейчас здесь, друзья, ну очень круто. Посмотрите, какая огромная детская площадка. Здесь натянут шатер, там проходят картины. Картины и галерея. Огромный, шикарный бетонный скейт-парк. Вот они все, апартаменты, которые как-то там отличаются по цветам. Вот он ресепшн, да, указатель. А мы с вами сейчас перейдем и будем там гулять и все смотреть. Очень шикарно выстрижены все газоны. Посмотрите, как чисто здесь залито все бетоном. Вот она, картинная галерея, да, про которую я вам говорил. Можно здесь подойти, посмотреть, кто фотографы, кто что делал, откуда снимки. Так, гора Фудзияма, Кавказские горы. Посмотрите, какая красотища, друзья. Вот она детская площадка. Очень большая, современная, прорезиненная, безопасная. Так, домик это был как этот, типа, Дед Мороза здесь в новогоднюю ночь. Вот она сцена. Здесь к вечеру ближе включается музыка, поют. И для детей полное разнообразие. Вот такая вот тут площадь. Вот она, друзья, сцена. Все вечером, конечно, подсвечивает. Все максимально красиво. Здесь что-то установят, наверное. Вот мы подходим с вами к скейт-парку. Шикарный скейт-парк. Здесь я катал. И, кстати, для тех, кто приезжает, и у вас нет скейта, вот тут прокат. Можно взять все, что угодно. Все обмундирование, полены, самокаты, короче, и лонгборды есть. В общем, все, что нужно, все есть. Ой, детворы-то сколько много. Да, сейчас копаться и кататься не совсем безопасно. Да, ну посмотрите, как шикарно. Какой скейт-парк может похвастаться вот такой темой в горах. Классно же. И есть футбольное поле, куда можно зайти, тоже поклинать мячик. Все залито вот так бетоном. Классно, комфортно и очень удобно. Также, ребята, через дорогу от скейт-парка есть площадка, чтобы заниматься на турничках, да, кому это интересно. Здесь есть небольшая схема, что куда пройти. Видите, казино назад, канатная дорога. Сейчас мы с вами туда, конечно же, пройдем, прогуляемся, посмотрим, покажу вам саму реку. Она, конечно, сегодня очень грязная. Видимо, из-за того, что вчера на поляне лили очень сильные дожди. Видите, цвет, конечно, у нее так себе. Ну, а здесь идет такая набережная. Видите, вот можно прогуляться вдоль реки с лавочками, просто посидеть, покайфовать. А это все апартаменты вот с такой вот архитектурой. Видите, вон там вот как бы лес, да, и леса нету. Это как раз поднимается канатная дорога. Это, друзья, вершина Газпрома. А туда уходит главная канатная дорога. Там же, вот если вы хотите попасть на водопад Поликаря, это все с этой канатной дороги. Мы сейчас с вами подходим к такой площади. Раньше вся движуха была здесь. Там установлена рампа, полутруба. Все катались тут, здесь был полный движ. Но когда открыли вон ту сторону, то, соответственно, все переехали туда. И весь движ теперь там. И здесь даже мало, когда встретишь ребят, которые катают. Наверное, скорее всего, больше новички здесь. Потому что там, в любом случае, ну, такая движуха в движухе, конечно, кататься гораздо-гораздо интересней. Так, а вот они, друзья, видите, канатки пошли. Вон там вот люди садятся сюда же и приезжают. Вот еще одна детская площадка. Вот, и пошли вверх. Вот здесь вот стоять, кстати, вообще особое удовольствие. Посмотрите, как прям канатка идет на нас. Смотрите. И ушла в гору. Да, все такое уже зеленое. Такие здесь статуэточки, символики Олимпиады. Ну, и вот такая вот площадь, про которую я говорил. Здесь уже никто не катает, потому что все катают там. Но, с другой стороны, это очень удобно, чтобы вы можете просто с детками прийти и позаниматься. Здесь раньше тоже стояла детская площадка, сейчас ее нету. Видите, здесь почему-то все вообще пусто. Странно. Очень странно. Я думал, что здесь все равно будет движ. Вот ребята отправляются кататься. Это как раз вход, чтобы идти катать. И мы сейчас с вами спускаемся на самую центральную улицу, по которой мы приехали. Сейчас вы видите вывеску главная канатная дорога. Вот здесь есть вот такая схема. Да, можете поставить сейчас на паузу и изучить, да, откуда что двигается, что на какой канатке можно посмотреть. Я хочу вам просто с виду показать, как здесь выглядит курорт. Ну, здесь, понятно, огромное количество вообще прокатов. Заходите в любой, я думаю, что ценники везде одинаковые. Вот так это выглядит здесь. Вот вывеска главная канатная дорога. Здесь у них произошел прям ребрендинг. Раньше здесь все было цветное. Я сейчас фотографию прикреплю. Посмотрите. Сейчас это все вот в такую деревяшку сделали. Изменили дизайн. Вот, ну, говорю, раньше это было Стасадок-курорт. Сейчас это курорт Красная Поляна. Парковка здесь также можно заехать. Заезжаете там, где казино. Ну, если на сутки ставить 700, мы оставляли как-то на 4 часа. У нас и вышла парковка 700. Здесь много мест, где можно ставить бесплатно. Но нужно, конечно, поискать. А вот и наши други сидят. Привет, кормежка? А где самбат? Маска, чтобы искать туда. Так, я пошел самбата найду, значит. Так, а вот и самбат. Где же мы еще можем встретиться, как не на Красной Поляне? Они здесь ночевали. Молодцы, приехали в такой отпуск, заряжаются атмосферой. Здорово, привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Как вы гуляете? Да, вообще круто. В общем, мы сейчас хотим найти для себя какое-то новое место покушать с нашими друзьями. Посидим все, перекусим, вам тоже заодно покажем. А пока я вас хочу пригласить на такую улочку. Она мне очень напоминает центр Москвы. Да, и в центре Москвы, конечно, архитектура вот эта классная, настоящая. Здесь днем гулять не совсем как бы то, потому что вечером вот эти вот все лампочки, они настолько круто подсвечиваются. Здесь такая, друзья, шикарнейшая атмосфера, да, в вроде таком ущелье. Такая архитектура, все так светится. Люди, естественно, все добрые и довольны. Они же приехали на отдых. Колоссально другой контингент. Ну, короче, здесь так круто. Вот обязательно, если вы будете в этих краях, приедьте сюда просто хотя бы на денек. Посвятите один день этому месту. Особенно если с детками, ну, им тут точно зайдет, потому что такие шикарные детские площадки есть далеко не в каждом регионе. Хотя, наверное, все стараются уже каждый регион обустроить. Но, тем не менее, да, не будем о грустном. Обязательно, короче, приезжайте сюда. Это как наша рекомендация. Мы сюда всегда любим приезжать, отсюда уезжать. Вообще грустно. Здесь, знаете, есть такой скалодром, такой веревочный парк. Можно тоже с детьми здесь поиграть. Такая СССР племенная. Ну, короче, красиво. Такой олень с символикой, видимо, да, курорта. И туда дальше дорога уходит. Такие же вот гирляндочки висят. Все красиво. Они никогда не снимаются. Они всегда актуальны. Короче, я прошел то, что вечером здесь совершенно другая атмосфера. И здесь прям вау. Если приезжаете в это место, то обязательно гуляйте и днем, и вечером. Потому что эмоции у вас будут совершенно разные. Здесь вот такая вот гостевая парковка для тех, кто приезжает и снимает апартаменты вот в этих вот домиках. Ну и мы с вами, как бы, получается, сделали вот такой круг по курорту Красная Поляна и вернулись в то место, откуда я с вами шел. Это футбольное поле, скейт-парк и детская площадка. Посмотрите, каким табором мы сегодня гуляем. Сегодня прям у нас такая, получается, движуха. Вот в такой большой компании покоряем курорт Горги-город. Точнее, Красная Поляна. Теперь уже никак я не могу привыкнуть к новому названию. Друзья, я вам давал рекомендации по поводу печи. Мы сейчас решили все туда отправиться, все пообедать. Заодно я вам покажу, что, как и почем. Изменилось, что не изменилось. Давайте вместе с вами посмотрим. Также здесь есть вот такая вот еще детская площадка. Она находится, получается, прямо на центральной улице. Если вы пройдете вот этот вот весь торговый центр и попадете как раз вот на эту центральную площадку. Как ориентир. Вот оно здание, это печь. И вот они пошли. Деревянные вот эти домики, всякие, короче, туристический такой проход, где можно потратить денежки на всякую ерунду, сувениры и так далее и тому подобное. Ну, всякие бары. Но локация, конечно, классная. Сделано все в очень красивом стиле. Вот с такими мостиками через газон. Виды, виды, друзья, вообще шикарные. Да, поговорю про виды и показываю мусорные баки. Ну, что ж. Покажу вам немножко вот так, хоп, как выглядит эта туристическая улица. Да, она пустая почему-то. Но в целом, да, вот, можете оценить эту классную обстановку. Вот уже много что закрыто даже почему-то. Классическая, да, палатка, специи, всякие разные чучкелы. Irish Harats Pub. Вот мы здесь уже сами проходили. И вот он вход в печь. В печь. Как она правильно называется, столовая, не столовая. Ну, вообще, как, знаете, как фуд-маркет. Во, вот так вот. Пойдемте кушать. Вот это, как есть пюре, возьмем. Две порции пюре и две куриных котлеты. Вот так выглядит раздача. Если по ценам, то вот. Все аппетитно и вкусно. Так, ну что, мы начинаем кушать. Вот все, что мы взяли, это вот так вот. Кому интересно по ценам, про что я говорил. Вот я чек прикрепляю. Нажмите на паузу, можете посмотреть, дорого или недорого. Нам приятного аппетита и отправляемся дальше на прогулку. Так, друзья, мы с вами сейчас продвигаемся к самому началу курорта Горки-города. Почему я всегда говорю Горки-город, Красная Поляна, курорт, Красная Поляна. Здесь есть все лучшее отель Мариотт, 5 звезд. Кто здесь останавливался, отдыхал, пишите в комментариях, как вам. И мы с вами сейчас подходим к казино. Ого, сейчас покажу там, как крыльцо. Здесь, кстати, часто разыгрывают всякие машины дорогостоящие. Я уже вижу, вон стоит тоже тачка на подиуме. Сейчас пройдемся, все посмотрим. Мы вовнутрь сами заходить не будем. Сами как-нибудь зайдете, если вам будет интересно поиграть. Я не азартник, это всю историю не моя, я это не люблю. Здесь есть парковка. Кстати, кто хочет заехать сюда на территорию, я чуть раньше говорил про цены, но здесь есть транзитное время. Буквально, по-моему, 20-30 минут вы можете заехать, например, высадить, либо наоборот кого-то забрать. Мы как раз сейчас это и делаем. Мы идем до машины самбата, вон он сзади идет. И забираем тачку, сюда заезжаем и забираем его дочку, потому что она очень сильно уже хочет спать. Вот как-то так. Вот так выглядит, друзья, казино. Посмотрите, какое оно красивое. Вечером здесь атмосфера совершенно другая. Здесь все подсвечивается. Вот видите, вот эта каждая лампочка горит желтым цветом. Здесь такая шикарная атмосфера. И вот про что я вам говорил. Вон стоит и Lexus, видимо, на подходе. И вот он, розыгрыш автомобиля. И разыгрывают они, друзья, GLS. Вот так вот в новом кузове GLS стоит на подиуме. Да, шикарно. Очень красиво и очень интересно. Вот так вот, друзья. Вот, кстати, есть вот район. Вон там, видите, дома девятиэтажные. Это вот примерно такие же дома, которые тоже были построены для обслуживания Олимпиады. Потом их очень дешево распродали. Кто успел, тот урвал. Сейчас эти квартиры стоят больших денег. Ну, типа, знаете, миллионов девять какие-нибудь студии, либо однокомнатные. Здесь при въезде есть вот такая локация. Там, кстати, сделали сейчас такой переход. А раньше здесь такие были черные буквы. В Сочи было написано. Здесь большая парковка, вывеска, как бы такая, памятник такой, видите, Сочи, казино, курорт. Здесь большая парковка. Есть даже заправка для электромобилей. Я, кстати, тоже как-то показывал. На Розах Утре, кстати, тоже есть заправка для электромобилей. Здесь, кстати, так можно назвать заправка. И здесь установлена какая-то арена. Я так думаю, видимо, какие-то там проходят концерты. И вот та сторона. И вот где последний дом, там уже заканчивается курорт. Красная поляна. Ура, я правильно сказал. И все. А дальше чуть, если ехать в ту сторону побережья, там начинается прекраснейший поселок. Красная поляна. А если, друзья, ехать в ту сторону, то налево от ворот будет на Газпром и на курорт Розах Утр. А мы сейчас с вами углубились в улицу. Хочу вам показать просто вот эту атмосферу жизни именно в курортном поселочке Красная поляна. То есть это не тот поселок, а именно раньше назывался этот садок. Как ориентир, эта улица гаражная. Здесь идут стройки. Можешь тебя заметить. Здесь очень спокойно, тихо, атмосферно, не считая вот этого сейчас звука от стройки. Поэтому кто сюда приезжает отдыхать, будьте внимательны. Например, можно снять отель вот в этом здании. И будете жить вот с этим шумом, с видом на стройку. Вот такая тут атмосфера. Вид на гору. Можно даже назвать, ну, так себе. Но самый интересный, когда вы повернете голову и увидите вот этот вид. Да, погодка, конечно, пасмурная. Да и сезон уже к завершению идет. Снег растаял. Здесь зимой все в снегу. Вот этих скал как бы вообще не видно. Только снежные шапочки. Ребята, с этим замечательным видом на прекрасные горы Красной поляны я хочу завершить этот выпуск. Делитесь данным выпуском в своей социальной сети. Это очень сильно помогает развитии. Просто одну минутку уделить, сделать репост, нажать на лайк, написать какой-нибудь классный комментарий. А я с вами прощаюсь. Увидимся уже завтра с вами в новом видеоролике. Пока.